Мне мама отдала свой сарафан, который ей уже стал немного маловат, смотрелся он на ней хорошо, а на мне, как видите, не очень, как будто на вешалке. В плечах он у меня был немножечко большеват, поэтому я решила его немножечко переделать и ушить для себя так, как мне будет в нём комфортно и красиво. Первым делом решила убрать эти рукава, они мне не очень нравятся, как они на мне смотрелись, я просто на глаз их отрезаю и немного уменьшаю линию плеча. Также я хочу его немного поднять, потому что надгрудные выточки у меня под грудью, они там, где они должны, ну то есть рост не мой в сарафане. Здесь обработана горловина не цельнокроеным, а таким вот способом, видите, два стыка было и с одного плеча, и с другого. Поэтому я тоже решила не париться, просто разрезала по этому шву, убрала пару сантиметров, сколько мне надо было, и соединила плечевые швы на оверлоке. Хвостик от оверлочной строчки я спрятала в оверлочную строчку. И этот шов мне надо на сторону спинки зафиксировать микро-закрепкой, прерывистый зигзаг, иголочка топчется на месте, а ширина по максимуму. Так как из остатков рукавов никакую косую бейку для обработки красивой проймы не выкроить, поэтому я решила просто два раза подогнуть на 0,5 и отстрочить. Это такой самый, наверное, простой вариант, который можно было придумать здесь. Ну, смотрите, уже выглядит гораздо лучше, но теперь вот здесь, в этом месте, оно у меня широко и торчит, так как тут был рукав же, фонарик. Я почему-то сразу не догадалась убрать ширину, ушить бок вверх, я ушила, а про бок забыла. Ну, ничего, это сейчас я всё распарю, уберу вот эти шлёвки для пояса, я решила, что его я надевать не буду. Распариваю вот это место, оверлочную строчку и строчку на швейной машинке, которая проложена. Буквально пару сантиметров распорола, и вот этот лиф, боковую часть, я обрезаю, убираю столько сантиметров, сколько мне необходимо. И затем иду на оверлок, соединяю это место на оверлоке, и далее соединяю уже лиф с юбкой, также на оверлоке и на швейной машинке. Шов, который получился вот здесь на пройме, я зафиксирую на сторону спинки микрозакрепкой. И вот такой в итоге обновлённый сарафан у меня получился. Всё красиво село, так как мне нравится и мне комфортно. Вещь получила вторую жизнь, и теперь она будет продолжать носиться и радовать уже меня. Ну, какой вариант вам больше понравился, пишите в комментариях. Я что-то уставлю.